распространенных заболеваний человечества. Само слово геморрой произошло из греческого языка, где оно означало любое кровотечение внутренних органов. Позже под геморроем стали понимать набухание, воспаление кровотечения и выпадение внутренних венозных узлов прямокишечного сплетения. Причина возникновения геморроя это малоподвижный образ жизни, тяжелый физический труд, запоры, злоупотребление алкоголем и острой пищей, опухолевые процессы в малом тазу, беременности, роды. Лечение геморроя проводится двумя способами. Первый это консервативный метод, который включает в себя лечение свечами и мазями, латексное легирование геморроидальных узлов при второй-третьей степени геморроя и второй способ радикально-оперативного вмешательства. К дополнительным методам относится склеротерапия, когда в геморроидальный узел вводится склерозирующее вещество, которое способствует склеиванию стенок кровеносных сосудов. В нашей клинике существует комбинированный метод лечения, латексное легирование при внутреннем геморрое и при наружном геморрое аппаратное сечение. Новейшее оборудование, используемое в нашей клинике, позволяет диагностировать геморридальную болезнь на ранних стадиях. Люди, приходящие к нам, не выпадают из привычного образа жизни, они не теряют трудоспособность, через 10-15 минут после процедуры они спокойно могут заниматься своими обычными ежедневными делами. Несвоевременное лечение геморроя может привести к серьезным последствиям. Таковыми могут быть кровотечения, образование трещин, то есть разрывы слизистой и разрыв периональной дермы, образование полипов, а полипы могут приводить к онкозаболеваниям. И главное, что под маской геморроя могут скрываться другие серьезные заболевания, такие как рак прямой кишки. Поэтому необходимо при первых признаках дискомфорта в анальной области, то есть боли, зуд, жжение, кровотечении, обратиться к специалисту, врачу-практологу и пройти необходимое обследование.